На самоизоляции всем пришлось менять привычный формат работы. Фотографы нашли выход в съемки по фейстайм. Инстаграм-ленты наполнились кадрами, сделанными онлайн по видеосвязи. Фотограф один или вместе с командой созванивается с моделью, а затем делает снимки своего экрана. Это все-таки, конечно, история не про высокого качества снимки, которые мы, например, получаем в студии. И уже потом можем распечатывать альбомы с этих снимков или холсты, или даже просто делать отпечатки на фотобумаге. Это все-таки такая история для Инстаграма, для себя лично, для того, чтобы просто действительно получить фотографии хотя бы в истории самоизоляции. Все началось 18 марта, когда итальянский фотограф Олесио Альби провел съемку через веб-камеру и выложил ее в сеть. Идею подхватили пользователи по всему миру. Снимать по фейстайм стали именитые и начинающие фотографы. Для них такой формат стал возможностью заниматься любимым делом в период пандемии. Как и в любом эксперименте, в фейстайм-съемке есть несколько важных нюансов. Очень сильно зависит, в принципе, качество снимка от того, какая камера находится у моей модели. И более того, не только камера, но и скорость интернета. Это условие, при котором мы должны снимать, это наличие естественного света. То есть, чтобы у нас, в принципе, модель хоть как-то освещалась. Это всегда окно. И если это окно, то значит, у нас достаточно узкое пространство, где мы можем встать перед окном. А дальше сзади у нас комната. А в комнате, как правило, все нагромождено. В фейстайм-формате очень важен минимализм на фоне. Предметы интерьера в кадре отвлекают внимание от модели. Готовиться к дистанционной съемке ей придется самостоятельно. Поза, одежда, макияж и укладка заранее обговариваются с фотографом. То есть, тут надо прямо дать четкие инструкции. Это больше подготовки перед этой съемкой. То есть, выслать какие-то, возможно, референсы, да, как я хочу, чтобы человек встал. Подготовить, опять-таки, вот пространство за человеком. Очень четко отслеживать, как вот камера, опять-таки, ложится для того, чтобы не было искажений. Онлайн-фотосессии проводятся в разных уголках мира. По хэштегу FaceTime Photo Challenge можно найти множество интересных кадров, вдохновиться и попробовать провести дистанционную съемку самостоятельно. Дарья Козина, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.